На минувшей неделе было заседание группы поддержки Украины, так называемая «Рамштайн-3», как раз обсуждали поставки техники и вооружений для Украины. Насколько после этой встречи наши потребности были удовлетворены? Ну, или будут удовлетворены, учитывая логистические поставки, цепочки? Ну, смотрите, с учетом того, что огласил генерал Миллер, я скажу, что довольно неплохие поставки. Конечно, не то, что нам хотелось бы, но уже поставки исчисляются по тяжелому вооружению сотнями единиц, по легкому вооружению там уже десятки тысяч единиц. Конечно же, хотелось бы, чтобы было увеличено. Ну, я думаю, что поставки могут быть увеличены, особенно обращая внимание на то, что буквально не пару дней назад было совместное заявление стран Восточной Европы и Великобритании о том, с призывом к участникам конференции в рамках «Рамштайма» увеличить и ускорить поставки тяжелого вооружения для Украины. Я думаю, что ответ должен последовать, и, соответственно, мы получим увеличение, и не трудно сказать, какое, но думаю, что будет увеличение и скорости поставок, и объемов поставок. Ну и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорит о том, что ленд-лиз еще не заработал, много, мол, факторов влияют, и сложно сейчас предсказать, когда именно пойдет полномасштабный ленд-лиз в Украину. Он называет, что это может быть и июль, август и сентябрь. По вашему мнению, когда стоит ожидать вот этого полномасштабного потока оружия по ленд-лизу? Смотрите, ну, наконец-то мы разобрались с ленд-лизом, с его особенностями, и действительно оказалось, что сейчас нам идет помощь в размере 40 миллиардов долларов, проголосованная Конгрессом Соединенных Штатов, и этой помощи, как предполагают наши партнеры, нам должно хватить до конца сентября. Там она расписана, я не буду детализировать, что на вооружение, что на обеспечение поставок и так далее. Но ленд-лиз официально вступает в силу с 1 октября, с нового финансового года. Может быть, такая ситуация, может быть, пан Данилов знает лучшую ситуацию, и, возможно, поставки будут начаты раньше, в том же августе или в том же июле, а может быть, в сентябре. Но в любом случае, ленд-лиз не наступил, и он будет где-то ближе к осени. На сегодняшний день главная задача – это расшевелить наших партнеров, наших поставщиков на увеличение вот этой грантовой помощи, которая идет сегодня вне рамок ленд-лиз. Субтитры создавал DimaTorzok